что там есть на самом деле намного более удивительные, как там своего рода мотивные, даже какие-то, ну не мотивные, но своего рода мотивные какие-то вещи. Ну, по крайней мере, уже опиратные, это точно, и они действительно очень красивые. То есть, ну давайте очень бегло я скажу просто буквально два слова, некую перспективу, и все, закончим. Ну вот, она на самом деле вот впоследствии очень быстро, в течение года, если не меньше, Дима Тамаркин доказал более сильное утверждение, чем эту формальность консейча. Вот, а именно как бы вот есть такое понятие, как n-алгебра. Ну, n-алгебра, давайте я просто скажу, что это вот то, что у нас на поливекторных полях, это вот m. То, что было, это вот два алгебра. Или это то же самое, что алгебра Герстенхайвера. Это синоним. Давайте не буду сейчас вдаваться, что такое n-алгебра. Это некое пиратное понятие, то есть это означает, что у нас есть умножение, ну, можно и вот так рисовать. Есть скобка, вот если это алгебра, это а, то есть коммутативное умножение, ну, градуировано коммутативное. Есть скобка ли на а сдвинутом на единицу, то есть скобка понижает степень на единицу. И есть, значит, ну, это коммутативно, это скобка ли, плюс вот условие, что вот равно соответственно тому, чему, как мы писали. Гамма 1, гамма 2, гамма 3, плюс гамма 2 на гамма 1, гамма 3. Ну вот, и, значит, оказывается, что вот, честно, мы доказываем, вот если у нас эти поливекторные поля от V сдвинутые на единицу, вот это как балл проли, но все же вот это является два алгебры, поэтому, в принципе, можно было бы предположить, что комплекс Хокшильда, он тоже является два алгебры. В общем, от любой ассортативной алгебра тоже два алгебра. Вот. Вопрос, это является два алгебра или нет? То есть, можно ли определить такое умножение, пускай там какое-то нестрого, неважно, чтобы вот это, главное, чтобы вот это было верно? Вот, оказывается, что нельзя. То есть, ну, вообще определить умножение можно, а именно, что если у вас есть две коцепи, вот Psi1 и Psi2, то вы можете поступить с ними следующим образом, можете взять их выходы, а тут просто банально перемножить. То есть, это вот получается коцепь, в которой есть умножение, то есть, она обозначается вот так, и ее там сумма А1, там, АН, оно просто по определению равно Psi1 там от каких-то первых, а умножить на Psi2 от остальных. Вот. Ну, можно чуть более сложно написать, но, в общем, вот это вот есть такое умножение. То есть, у нас есть умножение, есть скобка, и на кагомологиях действительно это умножение задает просто вот эту штуковину в поливекторных полях, а скобка задает, на кагомологиях задает вот скобку с Хоутона. Вот эта вот скобка, которую я где-то тут рисовал, где Сенхайбер, вот такая, вот, она на кагомологиях вот, задает скобку с Хоутона. То есть, это две вещи, которые вот эту вот скобку, ну, для поливертных полей. Но вот оказывается, что вот это вот неверно. И это на самом деле какая-то невероятно глубокая вещь. То есть, неверно, что, неверно, что, значит, Psi1, Psi2, Psi3 равняется Psi1, Psi2. Сейчас Psi1, Psi2. Пsi2, Psi3 плюс Psi2, Psi1, Psi3. Вот, вот это вот неверно. И в этом, собственно, вся проблема, потому что оказывается, что можно сделать, что было верно, это называется гипотезоделение. То есть, вот, грубо говоря, вот это была бы строгая два алгебра, но на самом деле на этом самом комплексе Хокшильда от А есть гомотопическая два алгебра. То есть, она как бы вот все вот это вот не строгая, а с точностью там до каких-то гомотопий, примерно вот как мы в бесконечности морфизмах рассматривали, гомотопическая два алгебра. Ну, один способ ее определить. Это такой, что вот можно с оператной точки зрения подойти, что вот то, что написано тут, это вот можно написать операту маленьких дисков. Вот, это операта, у которой n-т компонента, это конфигурационное пространство, конфигурационное пространство дисков пронумерованных, 1, 2, 3, 4, там, n. Внутри n, внутри диска радиуса 1, которые не пересекаются. Внутри диска радиуса 1. Вот, вот этот диск имеет большой радиус 1, и в нем какие-то меньшие диски любого радиуса, главное, чтобы не пересекать. И если у нас есть такая ситуация, и кроме этого у нас есть еще n других таких дисков с каким-то количеством, вот это первый, теперь второй, теперь там третий и так далее. Вот, теперь эти диски как бы подобно уменьшить, и вот этот вставить на первое место, этот вставить на второе место и так далее. То есть мы можем как бы подставлять, и это у нас дает некое умножение на конфигурационном пространстве этих дисков, это называется операда маленьких дисков. Вот, то есть это топологическая операда для каждого m от n, это топологическое пространство, и это операда, ну, что бы то ни значило. То есть вот более-менее это означает, что можно подставлять. Вот, и на самом деле вот эти два алгебра, вот то, что тут написано, это в точности то же самое, что операда над гомологиями, операдой гомологии вот этих вот m от n. То есть это означает, что если у нас есть операда в топологических пространствах, то можно сделать как бы две конструкции. Вот если m это операда в топологических пространствах, то от нее можно перейти к цепным комплексам, правда лучше кубическим. вот, это будет операда в цепных комплексах. Операда в цепных комплексах. Вот, а отсюда можно перейти к гомологиям вот этого m от n в спектринь фк. Это будет операда в градуированных векторных пространствах. Градуированных векторных пространствах. Вот, то есть уже не комплекса с любым дифференциалом. И оказывается, что если вот эти две конструкции одну за другой применить к нашей опираде вот этой маленьких дисков, то то, что получится в конце концов, это получится опирада вот этих уже верхних пространств, такая, что алгебры над этой опирадой, то есть алгебры над опирадой гомологии, вот этого вот M-гомологии, этого M, это в точности два алгебры. Ну, поэтому это дает как бы один из способов сказать, что такое, что если вот это тождество на комплексе Хокшильда не выполняется, то выполняется с точностью до гомотопии. Ну, это не самый экономный способ, но можно сказать, окей, мы бы хотели, чтобы у нас действовала вот эта опирада гомологии. Она у нас не действует, то есть вот это вот неверно, да. Кстати, можно легко показать, почему это неверно. Это неверно по той причине, что если вот я беру и вот подставляю в Пси-1, да, я подставляю вот, значит, вот Пси-2 и Пси-3, то есть тут у нас M, вот тут Пси-2, тут Пси-2, тут Пси-3, тут какие-то их ноги, тут остальные ноги. Вот это вот как бы левая часть, да, вот того, что тут написано. А тут я как бы говорю, что это должно быть равно. Пси-2, тут какие-то ноги, вот, и теперь еще надо вот умножить внешне вот с помощью умножения на Пси-3. Ну и плюс то же самое с другой стороны. Ну, в общем, совершенно очевидно, что это разные вещи. Например, тут M умножение на самом верху, а тут здесь, и во втором числении оно тоже будет здесь. Но вот оказывается, что удивительно, что это все верно с точностью до гомотопии, и один из способов это сказать, это то, что на комплексе Хокшильда действует вот эта вот цепная амперада, то есть цепей от маленьких дисков, и это и называется гипотезой Делиня, которая решена уже давно. То есть, грубо говоря, с этой точки зрения, вот, подход Тамаркина заключается в том, что если мы эту гипотезу Делиня знаем, то у нас и поливерторные поля, и комплекс Хокшильда являются вот алгебрами, ну, два алгебрами, только в таком вот немножко, вот это являются честные два алгебра, а это в таком гомотопическом смысле. Вот верно ли, что они квази-изоморфны, как вот эти два алгебры? Вот, ну, оказывается, что это верно, ответ да, но только для этого, как бы, нужно четко сказать, что такое вот это решение гипотезы Делиня, и оказывается, что это утверждение намного концептуальнее в каком-то смысле, чем изначально, его намного проще, в общем, даже, ну, как проще, вот тут, как бы, на самом деле, доказательство этого довольно тривиально, то есть, таких вот каких-то сложностей с физикой нету, но при этом с какими-то интегралами, но чтобы, как бы, доказать того, чтобы это вообще было легитимно, надо, чтобы вот это было в каком-то гомотопическом смысле два алгебры, то есть, надо сюда подключить вот эту гипотезу Делиня, что вот можно сделать гомотопическую версию вот этого тождества и так далее. Вот это уже сложно, то есть, эта физика оказывается в некотором роде физика, то есть, какие-то странные числа, они уже берутся как бы не напрямую, они подставляются как нечто, что нам нужно, то есть, вот оказывается, что вот для того, чтобы сделать вот эту штуку, вот Кокшевский комплекс алгебры над этой операдой, ну, нам не то, что обязательно нужны трансцендентные числа, можно и рациональными ограничиться, но это довольно хитрая и нетривиальная вещь, примерно не проще, чем теорема вот Концеича. Но, тем не менее, если мы это сделаем, то вот уже оказывается довольно просто можно показать, что поливертные поля и этот комплекс Хопшельда, они квазизоморфны, как два алгебра. И, кстати, вот я вернусь к этому разговору, когда Шак будет делать доклад, я ему там дал некую статью, и я сделаю комментарий, что вот на самом деле вот это вот доказательство Тамаркина можно рассматривать как ту более раннюю статью Концеича, более раннюю, чем где он это все вот доказал. У него была как бы попытка, которая была абсолютно прекрасна, за тем исключением, что он как бы рассматривал алгебры Ли вместо два алгебры. Вот, а если это сделать как бы вот для два алгебры, то получается вот... То есть тут как бы вся сложность зашита в то, вот каким образом вот эта штука является два алгебры. Но это тоже только начало разных красивостей, а дальше там возникают какие-то вообще совершенно чудесные вещи, типа как что если вот есть там, например, опирада, то к опираде можно относиться точно так же, как к алгебре, и можно там, например, спросить, а вот эта опирада, она изоморфна своим гомологиям? То есть тут мы говорили, что вот эта штука формальна, а про опирады мы можем то же самое сказать. И оказывается, что она, да, формальна. И дальше там это все связано, какая-то там самая вообще вот по-моему непонятная для меня до конца вещь, она как бы связана с некоторой работой Томаса Виллвахера, где он это все там как-то на компьютере симулировал, потом как бы доказал. Сейчас это все доказано уже там Фрессом и Виллвахером, по-моему, но мне кажется, что это все равно я как бы, ну для меня нету концептуального понимания, это, грубо говоря, вот деформационный комплекс вот этой вот опирады, о которой мы тут говорим, но она называется D2, да, вот опирада этих маленьких дисков. Ну что это примерно, ну вот это, конечно, очень условно примерно, это то же самое, что деформационный комплекс вот этих вот поливекторных полей, как два алгебра. Ну, строго говоря, это верно не буквально, а только для примитивной части тут и тут, и строго говоря, с точки сюда сдвигано единицу. Но вот сам тот факт, что вот деформационный комплекс некоторой опирады связан вот как-то очень увязанным с формальностью, это и образом с деформационным комплексом вот этих поливекторных полей, как, ой, извините, не как этой самой, как алгебры Ли, конечно. Как алгебры Ли, да, я извиняюсь. Вот, а это, собственно, то, что называется граф-комплекс Концевича, и это получилось как бы, что вот этот вот подход Тамаркина дал такой виток развития разных там связей между опирадами, какими-то комплексами, алгебры Ли, гомологиями алгебры Ли. В общем, с моей точки зрения, этот виток еще не закончен. То есть там очень много всего осталось на самом деле приятного, красивого. Вот даже вот для меня, собственно, нету четкой ясности, хотя есть четкое доказательство в этом вот, в этом теореме Лил-Валь. Вот, ну то есть есть доказательства Фреса еще кого-то, Бенуа Фреса, и есть как бы его репродукция в докладе Концевича на семинаре Бурбаки. Очень читаемая, но вот, тем не менее, вот связь между вот этими вот делами, почему это так, вот без вычислений, да, почему это так. Ну вот это остается довольно, в общем, загадочной. Ладно, давайте я вас не буду больше грузить сегодня, потому что я отдаю себе учет, что последние минуты 20-25 это был некий погруз. Ну, в общем, просто я не хотел заканчивать на каких-то банальных вещах, я хотел рассказать чуть-чуть более. Ну, плюс это все в размерности 2, в размерности 3 и выше, это все, если в каком-то смысле и можно сделать, то только на данный момент на языке конечность этих категорий, которые, ну, с моей точки зрения, там в некотором месте зашита неверная импликация. То есть нельзя, я бы сказал, что в размерности 3 и выше на данный момент это нельзя сделать, но вот я вот очень плотно занимаюсь, почти уже, мне кажется, дозанимался вот размерностью 3, то есть что вот это все вот дает как бы в следующей размерности, но там какие-то другие своего рода красивые вещи получаются. Ну, вот, ладно, тогда, значит, на этом мы курс закончим. Вот, у нас еще будут впереди доклады, значит, через неделю будет рассказывать Виктор, потом будет рассказывать Аршак, и потом Даниил будет рассказывать, когда мы с ним это дело, значит, согласуем, потому что пока еще не согласовали. Все, большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok